Ну а в зоопарке Лондона появился плюшевый нянь. От детеныша ленивца по кличке Эдвард отказалась мама. Роль кормилицы на себя взяла одна из сотрудниц зоопарка, а вот остальную нагрузку отдали плюшевому медведю. Я хочу, чтобы малыш использовал те же мышцы, как будто он с мамой. Мы прикрепили карабин к лапам плюшевого мишки и подвесили его на высоте 15 сантиметров. Так что, если детеныш соскользнет, то не повредится. Он может карабкаться по медведю, как ему хочется, устроиться на нем так, как ему удобно. Чтобы покормить ленивца, приходится запастись терпением. Эти животные известны своей медлительностью. Обитают ленивцы в Южной Америке, питаясь в основном листьями и цветами растений. Такая пища низкокалорийна, поэтому организм этих животных и рассчитан на экономию энергии. Надеемся, что он будет продолжать также хорошо кушать в ближайшую пару месяцев и перейдет на более серьезную пищу, больше овощей. Когда детеныш окрепнет и станет питаться полностью самостоятельно, его планируют попробовать вернуть на воспитание маме.